Кофе Фропе. Она придумана была в 1957 году в Барленд, на стенде Нес Кафе. Хотел выпить кофе, но не было кипятка. Он избавил это кофе ледяной водой. И вот таким образом родился напиток под названием Фропе, который пьет в огромных количествах. В огромных количествах его пьют греки и киприоты. Как оно готовится? Можно приготовить в бутылке из-под куфира, спокойно, из-под сока. Значит, кладешь 1 грамм, ну это грубо говоря, 1 ложку, 2 грамма растворимого кофе, 1 ложку сахара. Наливаешь на палец холодной воды, 2 кубика льда, значит, начинаешь трясти. И получается вот такая вот пена. Вот такая получается пена. И вот это вот Фропе, его уже 57 лет пьют эти самые греки. Вот этот прибор называется Френч Пресс. Это, значит, кофейник плунжерно или отжимного типа. То есть там ситечка, то есть там есть технологии, опять же, тоже желательно дорогие сорта кофе пить из этого кофейника. Они тут очень хорошо раскрываются. Но по большому счету, если вы это завалите кофе в чашке, точно так же, как тут, потом его проливаете через ситечка, по-моему, эффект будет один и тоже. Но запатентован в 1930 году итальянцам Калимани. Вот этот кофейник называется кофейник Фим. Это вьетнамская кофеварка, которая, значит, пьют кофе во Вьетнаме. Вот этот советский 60-й годов, это вот до сих пор выпускается еще, в Ленинграде выпускается, сейчас советский. Это, значит, кофе привезли во Вьетнам в 18-м веке, но именно последние 20 лет вьетнамцы стали пить кофе. Я думаю, что это не у советских, это стырили эту штуку, но не принципиально важно. Это никого значения не имеет. Сам факт, что у них Вьетнам занимает второе место в мире по производству кофе, после Бразилии. И там огромное количество робуста крепчайшее растет. Так вот, значит, они у них есть такой кафе-суа, когда, значит, пол чашки наливается сгущенным молоком, потом ставится этот кофейничек, куда кладется крепчайшая робуста, их потом оно заливается водой, кофе начинает просачиваться, капает туда. И потом ты это размешиваешь, получается такой, ну, очень вкусная штука получается. Сладкая вкусная штука. Есть еще кафе-суа, да, когда тут добавляется, добавляется 2 кубика льда. И у тебя очень мне нравится, потому что у тебя постоянно новое ощущение во рту. То есть там лед сжетает, и по тебе меняется концентрация напитка. Очень интересная вкусная штука.